В отделе кадров нужны железобетонные обоснования со ссылками и нормативные документы. Но опять-таки, если вернетесь в старую систему планирования, инженер ППР это был нормальным человеком в системе организации отдела главного механика. Никто его не обосновывал. Они должны были быть и были методические рекомендации, сколько нужно было людей держать на определенном производстве. Сейчас как-то нужно обосновать. Как делаем мы обычно? Мы делаем пилотный проект, где 3 планировщика организуются и начинают заниматься планированием. И через год их работы выходит к руководству некая с пояснительной запиской, что работа таких-то 3 людей на таком-то пилотном участке дала такой-то эффект. И надо обосновывать не в службе персонала, а сейчас же есть такая роль, которая называется акционер. И акционеру показывается главный инженер или гендиректор идет и говорит, что для того, чтобы понизить или повысить или улучшить, мне нужны такие-то вот люди. И отдел персонала он просто выполняет. КОНЕЦ КОНЕЦ